Всем привет, с вами Руди, вы на канале Кексович, и в нашей любимой игре Дорс наконец-таки вышла обнова. Я, конечно, не могла это просто так оставить, я пошла проходить эту игру. Разрабы, конечно, здесь много всего обновили, причем это к лучшему, мне очень понравилось тут. Также тут у них есть небольшой коллапчик с другой игрой в Роблокс. А именно, я расскажу об этой баночке с монетками, которые находятся после 50-й двери. До нее, конечно, нужно еще дойти, я тут пока шла, столько всего увидела нового и интересного, ну просто класс, ребятки. Пишите свое мнение вообще, в принципе, об этой обнове, потому что мне интересно ваше мнение. Может быть, что-то новенькое вы расскажете, какие-нибудь секретки, которые я не нашла тут. Мне, конечно, здесь понравилось вот это вот обнова в подвале, где тут какой-то лабиринтик, здесь можно пройти по вентиляции внизу и там нажать этот рычаг. Я сейчас хочу дойти до этой 50-й двери и там же будет этот магазинчик, я расскажу, что там нужно сделать. Наконец-то керчаг нашла и побежали туда дальше. Классно, что здесь появились всякие двери, которые мы можем открыть и там будут всякие сундучки, всякие, вот эту дверь открываю, а здесь стоят два сундука и здесь у нас, боже мой, сколько золота, это все мое. Очень классно придумали, что здесь нужно выбирать двери иногда, номера дверей. Я, конечно, как обычно, не слежу за номерами. Так, 26 или 25-й? Ну, я 26-ю уже открыла, доходим в 25-ю и здесь вот этот мощный монстр просто меня ударил, не знаю, что он сделал, укусил. Короче, бежим дальше. Конечно, здорово здесь все придумали, новые коридоры, новые комнаты. Ну, не все, конечно, кардинально поменяли, здесь много чего осталось. Кстати, изменили немножко анимацию Сика, посмотрите, как он вылазит и тут вот так вот, боже мое, смотрите, целая пуча грязи бежит, но классно сделали, ой. И вот сейчас у меня будет эта самая 50-я дверь, которую я пройду и дойду до того магазинчика, наконец-то, где найду эту баночку. И здесь, кстати, тоже мне очень понравилась обнова, я тут в шоке, думаю, что такое. Я захожу в эту дверь и тут такое рычание, мне кажется, он сейчас выскочит мне просто и разорвет меня тут фигура. Но нет, он стоит за дверью, пока я тут могу открыть ящички, посмотреть, что полезного тут лежит. О, золото, золото, забирайте, ребятки, не забывайте. Ну все, я смелена и захожу в эту библиотеку. Вы не представляете, ребят, как я испугалась, посмотрите, что он творит. Он так бежит, бежал ко мне навстречу, что я подумала, что он меня убьет. Так, здесь вот так же, да, мы продолжаем, ищем книжки, ищем код на этих книгах. Берем листочек, подбираем код, выводим его на замке и нажимаем на зеленую кнопку. Отличненько, дверь открыта. И вот сейчас будет этот самый магазинчик. 52-я комната. Заходим, здесь сидят такие два чудика прикольных. Скелет вообще не общается с нами, он там в разработке походу еще. Вот наша красота, которая продается. Итак, что мы делаем с этой баночкой, ребятки? Мы на нее нажимаем постоянно, пока она не заполнится. Видите, я нажимаю, ну где-то, может, 10, может быть, больше раз я нажала, и она заполнилась. Тогда мне дали бейджить. Но у вас должно быть обязательно где-то 100 монеток, может, даже больше. И вот, смотрите, мне дают бейджик, там написано, please donat. И не просто так написано, ребятки. Мы теперь можем зайти в игру, please donat, и поставить там новую стойку из игры Doors. Это очень прикольный коллаб, такое не сделали, конечно. Так, ребятки, вот эта игра, please donat. Это та самая игра, где вы продаете свой геймпасс. У вас его покупают, там за несколько робоксов, тем самым донатят. Но я думаю, что все уже знают об этой игре. Так, подхожу к свободной стойке, нажимаю на И, у меня тут геймпасс мой создан. Нажимаю еще раз на эту И, нажимаю на эту шестеренку наверху, и тут немножечко пролистываю вправо. И здесь вот эта стойка появилась, ребятки. Все, смотрите, вот такая вот крутая стойка от Doors. Даже эта сущность есть. Я считаю, что обридумали очень классно. Вот такой вот крутой коллабчик, ребят. Ну а дальше я просто хочу поделиться своими впечатлениями от обновы, что тут появилось новенького и что меня очень напугало. Ну, во-первых, мне очень понравился этот самый госпиталь, в котором есть вот эта дверь с черепухой, которую мы открываем этим ключом. Кстати, насчет этого ключа, ребятки, мне говорили, что можно открыть какую-то секретную комнату этим ключом. Я еще не нашла. И, конечно же, вот этот цветок. Ребята, он покорил мое сердце и мое здоровье просто. Просто нажимаете, и он вас в течение всей игры хилит. Ну, конечно, хилит, ну, конечно, помогает от тех сущностей, которые вас ранят. Если это будет Раш или Амбу, что вас не спасет этот цветок. Ну, а так вообще классно. Мне очень понравился этот цветок. Это обнова классная. И, конечно же, крест, ребятки. Крест просто крутой. Я сейчас хотела спрятаться, но я подумала, что все-таки нет. Надо попробовать этот крест. Животворящий, что он делает? И так летит Раш. Мы его крестом на него направляем крест. И Раш улетает. Растворяется, в общем-то. Мне дают Б-чаки. Надо, кстати, попробовать насчет Амбуша так. Но все-таки, на самом деле, мне нужно было не торопиться. Мне нужно было использовать этот крест в комнатах под номером 90. От 90, короче, там самое сложное начинается. Это какой-то трэш просто. С 90 комнаты... Ой, господи. Начинается просто какой-то ужас. Здесь, во-первых, темно, ничего не видно. Зато шкафы есть. Замечательно. Ребятки, держитесь возле шкафов. Потому что здесь гром гремит, дождь шумит. И вы можете не услышать, как здесь летает Амбуш или Раш. А они тут постоянно летают, ребят. Они штук 4 или 5 могут пролететь. Но это кошмар какой-то. И вот здесь, вы знаете, не помешал бы крест, на самом деле. Чтобы схватить его и, если что, применить. Если вы не успеваете добежать до шкафа. С фанатиком, конечно, тут удобно, ребятки. Но, кстати, знаете, что вот насчет свечи. Здесь, когда горит свеча... Здесь, когда вы свечу... О, господи, зажигаете. Она горит. И если она вдруг внезапно гаснет, это значит, что где-то неподалеку есть сущность. Вот сейчас она у меня погасла. Видите, и скрич был этот, виск, как его там. Вот. И вот она сейчас, смотрите, опять гаснет. И сейчас у меня опять будет какой-то монстр. Да, это был раш. Так что со свечой здесь тоже очень полезно ходить, на самом деле. Но, правда, она не дает много света. И да, кстати, ребятки, тут же у нас есть вот эти колючки внизу. Боже, да как же здесь пройти-то можно. Это, короче, как это из девяностой комнаты. Начинается какое-то издевательство просто. Пишите, как вы, доходили ли вы до этой комнаты. И как вы ее проходили. Какие трудности возникли. Ну, я уже предполагаю, какие. Поэтому я, конечно, советую здесь иметь и свечу, и фонарик, и крест. Короче, все, все надо. Спасибо носу этой двери, уже нет ничего такого страшного. Ну, кроме, конечно, самой фигуры. Так, ладно, ребятки, что здесь нужно сделать? Ну, здесь, во-первых, нужно открыть вот эти ворота. И вот эту дверь нужно открыть, нужно будет там найти ключ. Но у меня есть отмычки, и это очень круто, ребятки. Поэтому, если у вас отмычки есть, просто открывайте дверь сразу. И не падайтесь, не ищите этот ключ. Так, вот тут у нас щиток. Здесь мы будем снова это включать, эти щитки, как в прошлом. В прошлой части. И все, ребятки, я тут открываю ворота. И что мне еще не понравилось? Ну, ладно, ладно, понравилось. Это то, что эта бешеная фигура бежит на меня. Он что-то такой активный стал. Ужас просто. Мы просто бежим назад и бежим по этим коридорам страшным. Где темно и мигает свет. Ну, это же кошмар какой-то. Просто бегите, спитачьтесь в уголочек. И мне тут, конечно, понадобятся и витаминки, и фонарик. Мне тут все понадобится. Здесь надо собирать вот эти вот кнопочки от щитка. Кстати, да, когда к ним подходишь, они тоже издают какой-то звук. Примерно как, помните, мы в библиотеке искали книги, вот такой же звук издают они. Поэтому тут темно, видите, не видно, а они могут здесь лежать. Если вы слышите звук этот, то включите фонарик или свечку, там, не знаю, вы увидите эти кнопочки. Ну, я, в общем-то, продула, потому что это был мой первый заход, когда я дошла до сотой двери, и меня убила просто фигура. Ну, правда, что еще делать? Так что, ребятки, пишите, прошли ли вы уже Дорс полностью. Как там, интересная концовка какая у меня, очень интересно. Пишите о каких-нибудь секретках в Дорс. Мне тоже очень интересно, я буду читать комментарии. Вот, пишите ваши впечатления. Ну, а с вас, ребят, лайкос, подписаться, кто еще не подписался. С вами была Руди. Всем пока-пока.